Встречающих просим пройти в зону международного прилета. В аэропорту Шереметьево мы встречаем врача-гематолога Марину Персианцеву. Вместе с ней из Германии прилетел чей-то шанс на жизнь. Этот костный мозг завтра будет проведена трансплантация одному из наших пациентов. Этот небольшой контейнер нельзя сдавать в багаж. За 72 часа, независимо от обстоятельств, даже если не летная погода, его нужно доставить пациенту. В России своей базы доноров костного мозга нет. Два года назад не было и закона, позволяющего перевозить стволовые клетки через границу. Врачи фактически становились контрабандистами. Сейчас все легально. Вот эти бумажки, которые я показываю на таможне, в которых написано, что это человеческие клетки живые для трансплантации, что они не подлежат никакому контролю, кроме визуального, нельзя облучать и всем службам способствует скорейшей доставке. Вот этот пакет, который в принципе выглядит как обычный пакет с кровью. Костный мозг выкачивают из тазовых костей. Для этого делают примерно 100 микропроколов. Донор под наркозом, поэтому ничего не чувствует. Когда очнется, будет немного болеть все тело. Слабость, как во время гриппа, пройдет через пару дней. За неделю костный мозг восстановится полностью. Он неисчерпаем. Костный мозг – это орган, рассеянный по всему организму, по костям. Орган, который вырабатывает зрелые клетки крови. Тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. То есть это по существу фабрика по производству зрелых клеток крови. Фабрика иногда дает сбой. Из-за болезней их сотни из список все время пополняется. Злокачественные опухоли, иммунодефициты, нарушение обмена веществ, генетические синдромы, лимфомы, лейкозы. У восьмилетнего Андрея Марченко острый лимфобластный лейкоз. Костный мозг из Германии Марина Персианцева привезла для него. Пока Андрей будет смотреть мультфильм, через катетер в его лишенный иммунитета организм капля за каплей проникнут здоровые клетки. Пять месяцев назад такую же операцию сделали двухлетнему Кириллу Семочкину. Теперь он приходит в больницу только раз в неделю на обследование. Врачи будут наблюдать за ним еще в течение года, чтобы убедиться, что нет реакции ТПХ – трансплантант против хозяина. Сейчас анализы хорошие, устойчивая ремиссия и отличный настрой у Кирилла. Покажи, как дела у тебя. Вот так дела. Екатерине Грековой операция по пересадке костного мозга еще только предстоит. Когда найдут донора, если найдут донора. Врачи говорят, у нее очень редкий генетический год. Начинаешь ценить больше жизнь. Совершенно как-то другие приоритеты в жизни. Она уже разбирается в медицинских тонкостях. Знают, нужно, чтобы у донора и рецепиента совпали 10 генов из 10. Родители не подходят практически никогда. Это очень редко, но не более 1-2%. Братья и сестры подходят как доноры по законам простым мендельской генетики примерно в четверти случаев. Вероятность совпадения, она зависит от еще этнической и национальной принадлежности. Потому что вероятность в одной нации найти совместимые клетки гораздо выше. Но пока для россиян доноров костного мозга ищут среди иностранцев. В международной базе крупнейшая страна мира до сих пор не зарегистрирована. Сейчас в мире 20 миллионов 426 тысяч 924 донора костного мозга. Мы вводим данные пациента и мы в течение буквально нескольких секунд получаем информацию о том, сколько доноров в мире существует потенциально. Об этих донорах здесь минимальная информация содержится. Мы знаем только то, в регистре какой страны мира данные об этом донора хранятся. Регистры, другими словами базы данных доноров костного мозга, существуют в большинстве стран Западной Европы. В Израиле, Австралии, Японии, Бразилии. В лидерах США около 10 миллионов человек. И Германия порядка 4 миллионов. В России несколько мелких региональных регистров. В Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Самаре, Челябинске, Петрозаводске. Карельский создал доктор Юрий Иоффе в 2001 году практически в одиночку. Свою квартиру превратил в офис, стал искать спонсоров и доноров. Сейчас их уже 2700 человек. Но даже если будет в десятки раз больше, говорит Юрий Гаевич, толку немного. Пока нет единой системы. В России на сегодняшний день существует порядка 6 или 7 действующих регистров разной степени активности, которые расположены в разных городах. И врачам просто неудобно в каждый регистр вращаться. Должна быть единая база. К тому же страна очень большая. Сколько всего в нашей стране потенциальных доноров костного мозга не скажет ни один специалист. Точных данных просто нет. По приблизительным подсчетам примерно 50 тысяч. Как в Швейцарии. Население которой, к слову, в 20 раз меньше, чем население России. Методом несложных математических вычислений получаем, что нам для начала нужен миллион доноров. Зачем нам создавать свой компьютер, если они уже его сделали и всегда нас обгонят? Логично. Но мы, большая страна, даже маленькая Чехия имеет свой регистр. Потому что все-таки так устроен мир. Нужно быть в этом вопросе. Нужно быть партнером, а не пользователем. К тому же за предоставленные услуги пользователь должен платить. Само обращение в Международный регистр ничего не стоит. Деньги идут на анализы, проезд донора к месту забора клеток, его пребывание в клинике и страховку. Общая сумма примерно 15 тысяч евро. Это отделение химиотерапии. В нем сейчас 48 человек и 40 человек с диагнозом острый лейкоз. Из них 7 человек, которым осуществляется поиск неродственного донора. И, соответственно, как этап лечения будет выполнен от трансплантации от неродственного донора. Шершнев Сергей Алексеевич, 45 лет. М0-вариант заболевания, протекающий с гиперликоцитозом. Во время очередного обхода лечащий врач сообщит Сергею Шершневу, что среди пациентов гематологического научного центра он рекордсмен. В международной базе у него 778 потенциально совместимых доноров. Вероятность найти идеального в такой ситуации почти 100%. Я как слышал раньше, что даже есть такой вариант, что могут ни одного не найти. А тут сразу столько. Только сейчас узнал. Когда впервые услышал диагноз лейкоз, Сергей долго не мог поверить. Думал, может, ошибка. Ведь даже гриппа никогда не было. Но от болезни никто не застрахован. Именно поэтому объясняет ведущий гематолог России профессор Валерий Савченко и нужен большой всероссийский регистр доноров костного мозга. Не только для тысяч заболевших, для каждого гражданина. Это одна из социальных гарантий безопасности в цивилизованном государстве. Нужно просто эту простую истину доносить постоянно. Что ты это не кому-то делаешь, а для себя, для своих близких. Потому что ты сдал сейчас кому-то, а в будущем мы гарантируем, что ты, с тобой будет то же самое, если ты пойдешь в беду. И тебе кто-то поможет. Стать донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет. Сначала вам предложат подписать вот такое соглашение. Таким образом вы подтвердите, что донором становитесь добровольно. Вот здесь нужно поставить подпись. Еще очень важно оставить свои контакты, чтобы, если именно ваш вкусный мозг кому-то понадобится, с вами могли легко связаться. А дальше сдавать кровь. Кровь берут из вены 10 мл. Потом ее отправят в лабораторию, чтобы провести генетический анализ, типирование. Типирование одного донора стоит 6 тысяч рублей. В Самаре, где создание регистра костного мозга поддерживает местная власть, анализ можно сдать бесплатно. Каждый год из регионального бюджета выделяется сумма, достаточная для типирования тысячи человек. В других российских городах надежда только на спонсоров и благотворительные организации. Когда денег нет, тем, кто хочет стать донором, кстати, совершенно безвозмездно, предлагают за это еще и самим заплатить. Соглашаются, понятно, немногие. Ожидается принятие федеральной программы по созданию российского единого регистра, который будет финансироваться, ну, как это и должно быть, из федерального источника. Но федеральный бюджет не наполнен в настоящее время деньгами, чтобы финансировать вот это направление. Денег сегодня в стране завались, в том числе и на здравоохранение. Я это говорю третий раз вам. Их нужно брать в тот момент и расходовать, когда будет база нормативная. Федеральные деньги не расходуются вот так. Федеральные деньги расходуются тогда, когда под них есть документ. Документа нет. Документ – международная аккредитация. Получить ее должны центры забора крови во всех 84 регионах России. Тогда они смогут типировать доноров в соответствии с мировыми стандартами. В федеральном медико-биологическом агентстве, говорят, вопросы с документацией будут решены в течение двух лет. И тогда Всероссийский банк доноров костного мозга, наконец, появится. Сколько бы это ни стоило. По подсчетам врачей, цена вопроса – 30 миллиардов рублей. 10 тысяч наших сограждан в год, которые погибают. Представляете, что такое на демографии? Поэтому какие 30 миллиардов? Это вообще ничто. И государство сегодня, и начальники государственные это прекрасно понимают. И не пытайтесь подать эту информацию, как жареную. Нет денег, и поэтому люди дохнут. Не пройдет. Деньги есть. И дело не в деньгах. Для Лены Садиковой, студентки из Москвы, которые в 2008 году поставили диагноз «острый миелобластный лейкоз», деньги собирали буквально всем миром. Помогали родственники, друзья, благотворительные фонды. Просто неравнодушные люди. 50 тысяч долларов – это то, что мы сразу перевели в Сетл на поиск доноров. И эти деньги нам никто не вернул. Америка не очень спешила не находить донора. Вообще ничего. Они только волновались, что если у нас деньги, мы должны были, там я все время переводила, значит, показывала, что какие-то деньги есть. Деньги были. Собрали больше 400 тысяч долларов. Не было времени. Доноры искали слишком долго. Состояние Лены ухудшилось, и делать операцию было нельзя. Если бы в России существовал свой банк доноров костного мозга, у Лены был бы шанс, уверена ее мама Алла Владимировна. Теперь она хочет подарить этот шанс тем, кто еще борется. Миссия выполнима. Акцию с таким названием мы провели 13 сентября. И цель ее была привлечь внимание в первую очередь журналистов к теме создания национального регистра доноров костного мозга в России. На акцию в театральном центре на Страстном пришли человек 50, не больше. Кто-то тогда сказал, не хватило пиара. Алла Владимировна считает, не хватает внимания к проблеме со стороны простых людей, не врачей. Слово трансплантация многие боятся. О том, что такое костный мозг, не знают. Зачем становиться донором, не понимают. Хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что сам здоров. Лена Садикова, например, о болезни узнала, когда сдавала кровь, чтобы стать донором. Продолжение следует...